Уважаемые коллеги, я рад приветствовать вас на заключительном семинаре по обработке микроскопических изображений. И на этом семинаре нам нужно будет поговорить о заключительной части любого этапа подготовки таких изображений. Это подготовка их печати. Здесь мы с вами должны будем рассмотреть целый ряд отдельных тем. Ну, прежде всего, какие действия нам нужно выполнить при подготовке изображения. Что нам необходимо сделать. Понятно, что нам необходимы мерные риски. Понятно, что в случае, если мы как-то откалибровали яркость, нам нужно еще специальное окошко с калибровкой яркости. Но есть еще несколько моментов, которые требуется оговорить отдельно. Ну, во-первых, это этика обработки изображений. То есть, то, что мы имеем право делать на этих изображениях сами. Что мы обязаны после того, как мы применили сообщать. А что мы не имеем права делать в принципе. Мы должны будем поговорить об ограничениях изображений. Например, цветных изображений. Потому что сейчас во многих журналах требуется, чтобы подготовленные изображения могли быть прочитаны и быть понятны людям с нарушением цветового зрения. Кроме этого, в зависимости от того, куда вы подаете ваше изображение, в электронном же виде или, например, для печати на бумажном носителе, будут различаться и требования к тому, как вы будете готовить изображение, на что обращать внимание. В случае же, если вы будете готовить изображение для проекции на каком-то докладе с использованием, скажем, проектора, здесь тоже есть целый ряд подводных камней, о которых мы будем поговорить. Ну и, конечно же, для облегчения многих из этих задач уже существуют некоторые плагины к программке, той же самой ImageJ или Fidja, которые позволяют сделать несколько вещей. Во-первых, они позволяют сохранить все исходные изображения в неизменном виде. Во-вторых, они позволяют сохранить вместе с этими изображениями калибровку. И в случае, когда вы эти изображения будете расставлять уже на листе или будете формировать из них сборки изображений, вся информация о необходимости мерных рисок, о их масштабе будет этим приложением сразу же использована. Также эти изображения позволят, сохранив исходные изображения, записать просто рецепт, каким образом вы эти изображения меняли, чтобы поместить их на уже получившуюся сборку. То есть, в случае, если рецидент, например, затребует от вас изменения какой-то картинки, вам не придется пересобирать эту картинку заново. Вы сможете просто заменить картинку буквально одним кликом мышки. Если вам потребуется, например, выровнять несколько картинок по размеру, чтобы они были одинаковые, чтобы не умещались красиво в одну строку вашей сборки, это тоже возможно. Ну и здесь же можно, в принципе, нанести и векторные изображения поверх ваших картинок, что тоже требуется сейчас во многих журналах. Не секрет, что еще одна из проблем, которая возникает, это то, что журнал, в который вы планировали, например, подавать вашу публикацию, посоветовал податься в другой журнал, а требования во втором журнале к оформлению изображений могут сильно отличаться. Шрифт, наличие или запрет на цветной текст, размеры страницы и все эти параметры. И согласитесь, вручную переделывать такое количество исправлений достаточно сложно. Плюс где-то можно ошибиться. Конечно же, вот эти плагины, о которых я буду говорить, позволяют эту работу автоматизировать. То есть, если у вас есть сборка ваших картинок, вы дальше сможете практически несколькими кликами переделать их под требования другого журнала. Ну и последнее, о чем нам нужно будет поговорить на этой подчасти семинара, в этот раз у нас семинар будет состоять из двух частей, это проверка изображений на наличие манипуляций с отдельными областями. Я покажу, как можно проверить, были ли на изображении сделаны какие-то изменения. Ну, скажем так, недопустимые. Я покажу вам плагин, который позволяет упростить задачу по поиску вот таких сфальсифицированных изображений. Ну и расскажу немножечко о плагинах, которые используются уже при проверке изображений, скажем, в редакциями журналов. Итак, начнем с того, что перечислим основные ошибки, которые можно совершить при подготовке изображений. Ну, прежде всего, когда вы готовите изображение, мы не можем использовать с вами форматы с сжатием, с потерями. То есть, JPEG в данном случае мы не можем никак себе позволить. Так же, как и многие другие форматы, которые будут либо терять количество цветов, либо терять детали, либо каким-то образом изменять наше изображение. Для обработки изображений мы должны использовать во многих случаях, если, например, будем делить или умножать на какое-то значение, больше разрядное, 60 или 32 бита. Для публикации, понятно, мы можем предоставлять только 8 бит, потому что и на экране у нас цвета в таком виде отображаются, и в случае печати принимаются такие изображения. Поэтому ориентироваться на уже получившее изображение, 8-битное, вполне разумно. Мы не имеем права использовать фильтры для исправления ошибок съемки или ошибок приготовления препарата. Ну, за исключением, наверное, растягивания контрастности, так, чтобы убрать все, что у нас оказывается в виде, скажем так, ненулевых значений. То есть, если, например, у нас самая темная точка имеет значение около 13, то мы имеем право вот до этого значения, в принципе, и нашу шкалу тоже изменить. И если у нас, например, самая яркая точка в нашем изображении не 255, а, скажем, 160, мы тоже имеем право таким образом шкалу перемасштабировать. Ну, в общем-то, и все. Если мы делаем какую-то обработку изображений дополнительную, кроме вот такой обработки изображений целиком, мы должны указать, какая обработка была применена и как. То есть, мы, скажем, с вами применяли гамму, мы должны указать, что был применен фильтр гаммы с параметром, там, не знаю, 1,5, для того, чтобы было лучше можно увидеть детали в темных или светлых частях изображения. Понятно, что в случае демонстрации изображения через проектор, тут уже допустимо использовать некоторые из фильтров, просто в силу того, что проектор никогда не передает картинку правильно. И для того, чтобы можно было показать какие-то детали, может потребоваться использовать, например, нерезкую маску, увеличивать контрастность и так далее. Но здесь нужно быть очень аккуратным, потому что каждый раз исправляя какую-то одну часть вашего изображения, вы при этом можете испортить какие-то другие части. Если кто-то из вас занимался фотографией, наверняка знаете, что обязательно нужно где-то здесь же на экране держать вариант изображения необработанный. Потому что мы так устроены, что пытаясь исправить, например, яркость, мы можем забыть о цветах. Пытаясь потом исправить цвета, мы можем забыть о контрастности. Пытаясь дальше исправить, то есть мы сравниваем только две картинки, что было, что стало. И если у нас много шагов, как мы картинку готовим, то в конце концов мы можем просто запутаться. Иногда обработанная картинка будет выглядеть гораздо хуже вообще оригинала. Ну и опять же скажу, что такая обработка возможна только для, скажем, демонстрации на проекторе, для того, чтобы было возможным показать все детали вашего изображения. Опять же, необработанный вариант вам всегда потребуется в случае спора с редактором, если возникнут вопросы о достоверности вашего изображения. Перед публикацией цветных изображений, если вы их собираетесь публиковать в журнале, который печатает на бумаге или на каком-то другом носителе, необходимо проверить ваши цветные изображения в так называемом палитре ЦМИК или в палитре субстрактивной. Дело в том, что на экране вы видите все изображения в палитре аддитивной, когда у вас цвета складываются, монитор сам по себе светится красным, зеленым, синим цветом, а бумага только вычитает из белого цвета, из белого цвета отдельный длинный волн, ну и, соответственно, мы за счет этого видим цвета. К сожалению, не все цвета из одной палитры могут быть воспределены в другой палитре так же хорошо. Например, тот же самый вариант красный, зеленый, синий, который прекрасно виден на экране, в случае распечатки может оказаться не столь оптимальным. И, может быть, для распечатки будет лучше использовать в случае фрелисентного изображения псевдоцвета, например, маджента, циан и желтый. Они будут воспроизводиться на бумаге гораздо лучше. Естественно, нужно убедиться, что разрешения ваших изображений у вас достаточно, но тут тоже есть несколько подводных камней. Понятно, что если вы снимаете какое-то быстро происходящее событие, да еще у вас объект сам по себе к свету не стоек, да еще вам нужно, в принципе, снять его до того, как произойдет, скажем, выцветание вашего флорохрома, вы не можете позволить большое разрешение. И требование некоторых редакций представлять изображение в разрешении 600 точек на дюйм, мы еще поговорим, что это такое за значение, оно не совсем справедливо. То есть вы можете подготовить картинку, которая итоговая будет, или 600 точек на дюйм, но в нее вы можете вставить, если обоснованно, по-другому никак не сделать, картинку, скажем, 512 на 512 точек, ну и с достаточным размером. На что еще нужно будет обратить внимание, это то, что в случае печати изображений на бумажных носителей в 15% от самого яркого и самого темного цвета, который у вас есть, в случае черно-белого изображения, соответственно, от черного и белого, не должно быть важных деталей, потому что при печати они потеряются. Давайте посмотрим, почему это будет происходить. Если мы попробуем посмотреть какой-то кусочек цветного изображения под бинокулярным стереомикроскопом, мы увидим, что на самом деле при печати отдельные цвета или яркости этих цветов передаются вот таким вот образом. Видите, отдельные точечки. И чем нам нужно сделать темнее цвет, тем нам нужно больше добавить черных точек. Чем светлее, тем белых. И понятно, что если у нас будет очень-очень светлый тон, таких точечек нам придется поставить мало и на большом удалении друг от друга. И мы их будем видеть не как серый цвет, а как отдельные мелкие точки, что, конечно, глазом будет восприниматься плохо. То же самое наоборот. Если мы хотим передать с вами темный черный цвет, у нас будет очень небольшое количество белых точек, что будет сильно мешать. Как из этого положения выходят типографии? Они просто отрезают где-то 10-15% от нашего спектра, от возможных представлений цвета, и 15 или 10% самых темных цветов просто приравнивают к черному, чтобы не было вот этих отдельных белых точек. И то же самое со светлым. 15% или 10% от самого яркого, что у вас есть на изображении, будет приравнено к белому цвету. И, соответственно, можно потерять в данном случае какие-то важные части вашего изображения. Я думаю, что мы это сейчас должны будем посмотреть в нашей программе Fitcher, как мы можем это подготовить. И давайте откроем какое-нибудь изображение и попробуем убрать из него по 15% самых ярких и самых темных точек. Это можно сделать, используя меню изображения, Adjust, Brightness, Contrast или Window Level, как удобнее будет. И здесь есть возможность вручную задать эти значения. Ну, например, идем вот сюда в меню Set и задаем, пускай у нас будет потеряно даже больше, предположим, мы хотим посмотреть, как будет выглядеть наша картинка, если у нас будет отрезано все значения до 50, то, что касается темного, и все значения до, скажем, 200 яркого. Понятно, что мы вышли за пределы этих 10-15%, но тем не менее. Если мы нажмем ОК, мы видим, как наше изображение будет выглядеть теперь при печати, когда самые яркие цвета просто приравнены к белому изображению, самые темные к черному. И если у нас какие-то детали были видны вот здесь, вот в темных частях нашего изображения, то, естественно, мы их с вами полностью и безвозвратно потеряем при печати на бумаге. Тогда, возможно, нам изображение перед печатью нужно как-то изменить. К примеру, изменить его яркость или контрастность, то есть изменить его так, чтобы мы могли с вами увидеть детали от этой части. Может быть, применить гамму, если нас интересует именно сохранение всех остальных контрастностей и увеличение контрастности именно, например, в темных частях нашего изображения. В случае цветных изображений тоже есть свои особенности, что необходимо сделать. И прежде всего здесь важно то, что сейчас есть требования во многих журналах, чтобы изображения, которые мы там публикуем, были доступны для людей с нарушением цветового зрения. Для таких людей вот такая красивая картинка, где у нас есть красный, зеленый, синий цвет, она, к сожалению, не позволяет каждый канал отдельно оценить, увидеть. И есть несколько выходов из этого положения. Первый выход. Сделать три черно-белых канала. Мы уже знаем, как это делается. Давайте сделаем дубль этого изображения. Пойдем в меню изображения. Цвет. И здесь разделить на отдельные каналы. И вот у нас с вами есть разноцветных, теперь уже черно-белых, правда, три канала. Можем их публиковать вот в таком виде. И в таком виде, даже для человека вообще монохроматическое зрение, по яркости он сможет эти каналы совершенно спокойно разделить. Второй вариант. Для многих повреждений цветового зрения недоступны именно вот такие, ну, условно говоря, чистые, да, цвета красный, зеленый, синий. Но мы можем с вами эти цвета переделать в цвета дополнительные. Желтый, циановый и маджента. Давайте посмотрим, как это можно сделать. В том же самом меню изображения и цвет у нас есть так называемый Channels Tool, то есть инструмент для работы с каналами. Если мы на него нажмем, у нас откроется вот такое окошечко, где мы можем выбрать, в каком виде мы хотим наше изображение посмотреть. В черно-белом, цветном или композитном. Давайте попробуем посмотреть его в черно-белом, после чего нас программа спросит, преобразовать ли наше цветное изображение в стек из трех картинок разного цвета. Преобразовали. Теперь мы можем использовать в этом диалоге меню цвет и просто поменять цвет каждого канала на самый близкий, который мы можем из дополнительных. Первый колорасный мы можем поменять на мадженту. Зеленый мы можем поменять на желтый. Ну и соответственно синий поменять на циан. И теперь, если мы их все сложим, опять сделаем композитное изображение. Как видите, оно, конечно, выглядит по-другому. Немножко фантастично. Но с другой стороны, мы можем увидеть точно так же все структуры. И можем оценить их взаимнорасположение друг относительно друга. С другой стороны, люди с нарушением цветового зрения такое изображение, скорее всего, тоже смогут увидеть лучше. Смотреть нужно журнал. Требуется такое или не требуется. Если требуется, то вот способ преобразования вашей картинки красный, зеленый, синий в картинку циан, маджента и желтый для того, чтобы можно было сделать эти изображения доступны для людей с повреждением цветового зрения. Что еще нам обязательно потребуется на наших изображениях? Ну, конечно же, если мы говорим о изображениях микроскопических, то это мерная риска. Давайте я напомню, как ее можно поставить на любом изображении. Предположим, что у нас есть вот такая картинка, откалиброванная. То есть она не только в точках, но и в микронах. И тогда добавить сюда мерную риску мы можем при помощи меню Анализ, Tools, и здесь у нас с вами есть Scale Bar. Мерная риска. Для мерной риски мы можем здесь указать, естественно, цвет, положение и все, что мы хотим. И размеры. Это все будет зависеть от журнала. В каких-то журналах разрешается, запрещаются подписи под рисками. Есть минимальный размер толщины такой риски, который должен быть. И так далее. Но что еще важно, у нас есть возможность эту риску поместить либо непосредственно на рисунок, и тогда точки рисунка у нас в этих местах потеряются, потому что они просто будут закрашены мерной риской. Либо поместить эту риску в виде так называемого оверлея. оверлей это аналог слоев в фотошопе, то есть у вас эти данные, вот это вот риска с подписью, не будет разрушать ваше изображение, вы сможете перенести, что-то с ней сделать, и давайте как оверлей ее покажем. То есть в принципе вы можете теперь это изображение, скажем, сохранить целиком. И оверлей всегда с изображения можно убрать. Изображение, image, overlay, и здесь можно с ним сделать все, что угодно. И, например, мы хотим его сделать невидимым. Хайд убрали, как видите, картинка осталась такой же, как было. Вторая вещь, которая нам может быть необходима, если мы с вами наше изображение откалибровали как-то по яркостям и, скажем, сделали некую таблицу псевдоцветов, то нам ее нужно будет приложить вместе с нашим изображением. Например, предположим, что вот изображение, которое у нас сейчас открылось, является изображением, откалиброванным в единицах, например, оптической плотности. Тогда, конечно, при публикации этого изображения мы можем для того, чтобы любой мог пересчитать эти яркости, снабдить его вот такой вот калибровочной меткой. Для этого мы пойдем в анализ, мы пойдем с вами в tools, и здесь у нас есть, видите, под scale bar еще одна вещь, называется calibration bar. Мы можем добавить тоже на изображение, и здесь теперь у нас есть единица оптической плотности. Если же мы вдруг захотим это изображение переделать в какой-то вариант, давайте, например, сделаем не очень удачно, в какой-нибудь вариант псевдоцветов, мы можем точно так же эти псевдоцвета теперь составить отобразиться и на нашей калибровочной метке. Точно так же tools, точно так же calibration bar, и как видите, у нас цвета на нем точно так же изменились. Ну и, соответственно, при публикации любой желающий сможет сравнить цвет, который он видит, с цветом в этой калибровочной части и со значением конкретным, которое здесь указано. На что еще нужно нам обратить внимание? Разрешение изображения. Очень часто при публикации от вас требуется предоставить черно-белое изображение, линейные графики и так далее с разрешением не менее, например, 600 точек на дюйм. И, конечно, тогда лучше такие изображения представлять просто в векторном формате, чтобы издательство могло само их распечатать в любом виде, в котором им захочется. В некоторых же случаях мы, к сожалению, представляем все-таки растровое изображение, например, микроскопическое. И тогда, если у вас, например, какая-то физиологическая работа, где, скажем, вы просто не можете себе позволить ваши клетки держать под таким вот разрешением, таким количеством света их облучать, то тогда вам придется действительно просто изображение увеличить. Давайте возьмем какую-нибудь картинку, которая явно меньше, чем необходима по разрешению. И, понятно, тогда нам эту картинку придется увеличивать так, чтобы при печати, а размеры печати нам обычно заданы, сколько на сколько у нас с вами сантиметров, на каждый дюйм вкладывалось в случае 600 dpi 600 точек. Вручную это сделать, конечно, не очень удобно. В том же самом фотошопе, например, вы можете задать размер листа, на лист все это поместить, увеличить и уменьшить, как хотите. Ну и дальше сохранить, как 600 dpi. В нормальных редакциях обычно понимают такую проблему. И даже если вы представляете изображение маленькое и пишете, что, скажем, это физиология, вы не можете сделать больше, потому что клетки живые и так далее, это проходит. В случае, если вы делаете панель из нескольких изображений, тут несколько проще. Тут можно сделать не очень большой размер ваших исходных изображений, но за счет того, что у вас панель из нескольких картинок, в принципе, саму себе панель представить именно с разрешением, скажем, 600 точек на дюйм. Есть, правда, несколько проблем с увеличением, уменьшением размеров. А именно, в случае, если вы размеры увеличиваете, то тут все достаточно просто. Вы можете соседние точки заполнить из точек, которые были, но если у вас какая-то регулярная структура, и вы увеличиваете просто, например, в два раза, возможно появление так называемого муара, когда у вас точки немножечко не совпадают. Как этого избежать? Если вы будете изменять размеры вашего изображения, то вам нужно будет при этом указать еще, что вы хотите использовать, скажем, бикубическое преобразование. Здесь, видите, есть возможность без интерполяции увеличить картинку или уменьшить, и с разными вариантами интерполяции. И давайте попробуем с вами взять какую-то хорошо структурированную картинку, например, вот такую, она черно-белая, поэтому я сразу же изменю ее на 8 бит. И попробуем изменить ее размеры двумя способами. Первый способ – без интерполяции, как делают многие программы для работы с изображениями. Image Scale. И здесь, скажем, половинку из нее сделаем без какой-либо интерполяции. Понимаете, что мы получили? Видно, что на этой картинке появились вот такие странные структуры. Если мы пытаемся эту картинку уменьшить на какое-то другое значение, чтобы это было еще лучше, давайте попробуем, скажем, сказать 0.3. Посмотрим, как это будет выглядеть. Scale. Здесь поставим 0.5 и 0.3, чтобы это было нечетно. Без интерполяция. Видите, эти структуры начинают немножечко вот так сливаться, то есть они уже становятся не похожи на настоящую структуру. Давайте с другой стороны эту картинку теперь обработаем, используя интерполяцию. Тоже Scale. Пускай будет даже те же самые 0.3, но мы здесь поставим бикубическую интерполяцию. Видите, картинка немножечко размылась, но стала более похожа на правду. То есть, в принципе, если вы картинку будете уменьшать, можно избежать вот этого муара тем, что вы картинку, которую будете уменьшать, на такое же количество точек размоете. Давайте мы вот эту картинку сейчас уменьшим просто уменьшением. Скажем, пускай будет на 0.2 даже. В 5 раз мы ее уменьшим. Без какого-либо преобразования. Я ее теперь сделаю побольше, чтобы было видно, что у нас появились вот такие красивые артефакты в виде лесенки. Давайте мы эту картинку точно так же попытаемся сейчас уменьшить, но перед уменьшением мы с вами сделаем гауссовское размытие на те же самые 5 точек. Процесс, фильтры, гауссовское размытие. У нас там было 5 точек. Можно поменьше сделать, скажем, даже 3 точки тоже спасет нас от неприятностей. И теперь мы эту картинку также с вами уменьшим. Scale, те же самые 0.2, то же самое без интерполяции. И давайте сравним эти две картинки, после того, как мы их уменьшили. Понятно, что вот эта вторая картинка, она лучше отражает исходное строение нашей области, чем вот эта картинка, которая кажется такой резкой, четкой, но зато имеет вот эти периодические нервномерности. При увеличении то же самое можно сделать, если мы с вами возьмем какую-то картинку, пытаемся ее увеличить. Можем это сделать без интерполяции, и тогда у нас будут видны отдельные точки, вот эти кубики. Давайте попробуем сделать процесс, извините, image, scale, и наоборот в два раза эту картинку, например, получше в 4, увеличим. Без интерполяции картинка будет выглядеть вот так, видите, отдельные точки большие. Вот мы в 100% сделали с вами увеличение, и вот то, что мы с вами видим. И давайте то же самое сделаем с картинкой при увеличении в такое же количество раз, но поставим теперь здесь интерполяцию, скажем, бикубическую. Ну и сравним эти две картинки. Что у нас было без интерполяции? Как видно, здесь видны отдельные вот эти квадратики. Ну и с интерполяцией, конечно, разрешение при интерполяции у нас сохраняется, потому что мы делаем после увеличения, но картинка становится более четкой. Зачем мы все это с вами обсуждали? Дело в том, что такая простая вещь, как изменение размера в картинке, может привести к неким артефактам. Мы с вами увидели, что если мы уменьшаем картинку и не используем размытие перед уменьшением картинки, мы с вами получаем в некоторых случаях на регулярных структурах вот такой вот муар. В случае увеличения картинки мы получаем с вами ложное представление о том, что какая-то структура, она вот такая ступеньками идет на самом деле. В случае, если мы используем при увеличении интерполяцию, ну, как бы эта проблема у нас решается. Таким образом, мы с вами обсудили, что для подготовки изображения к публикации нам нужно сделать несколько отдельных вещей. Нам нужно поставить калибровочную риску, калибровочную метку. Нам нужно проверить яркость, если мы собираемся публиковаться на бумаге. В случае цветного изображения, если это изображение, скажем, препарата гистологического, хорошо его перевести в палитру субстрактивную, посмотрите, как он выглядит. Если это изображение флюоресцентное, несколько каналов, мы можем позволить себе просто поменять все цвета с красного, зеленого, синего на какие-то другие. Во-первых, они будут лучше для людей с нарушением цветового зрения. Во-вторых, они будут лучше видны на печати. Мы с вами поговорили о том, что разрешение, вот эти некие точки на дюйме DPI, которые просит наш в редакции, это не совсем то же самое, что разрешение наших изображений. Это разрешение получившейся картинки. Если у нас картинка, скажем, 256 на 256 точек по каким-то обоснованным критериям, например, не можем больше получить с нашего микроскопа или еще что-то, то мы можем, в принципе, эту картинку просто увеличить до требуемых размеров с сохранением того разрешения, которое у нас есть. И мы с вами увидели, что увеличение и уменьшение размеров, к сожалению, может также влиять на данные нашего изображения. Плюс мы с вами поговорили о том, что мы можем в нашем изображении использовать overlay, то есть, например, стрелочки, текст, какие-то графики накладывать прямо поверх изображения, в отдельном слое, не приводя к тому, чтобы мы могли портить наше изображение. Этик обработки изображений. На самом деле, правила это появились сравнительно недавно. Где-то в 2008 году, наверное, первые такие правила начали появляться. Я оставлю под этим видео несколько ссылок на статьи, которые, мне кажется, в данном случае очень полезны. И кратко просуммировав положение этих статей, можно сказать, что они сводятся к таким 12, как в этой статье было сказано, заповедям. Первое, нам нужно рассматривать изображение, которое мы получаем, как данные. Не как картинка красивая, которая позволяет нам увидеть какую-то структуру, а как некие количественные данные, которые неправильной обработкой могут быть испорчены. Понятно, что все действия с изображением мы имеем право проводить только на копии. Как вы помните, первая часть любого нашего протокола обработки изображений начиналась с того, что мы делали его дубль. Желательно сохранять именно исходное изображение, которое вы получили с микроскопа, чтобы в случае возникновения каких-то вопросов вы могли его предоставить. Простые линейные действия, когда вы меняете просто яркость, контрастность, для всего изображения целиком, они в целом применимы. Однако, есть и ограничения. Предположим, если у вас есть ткань, на которой небольшой сигнал есть вокруг изучаемых вами клеток или областей, а вы меняете яркость или контрастность так, чтобы были видны только ваши отдельные клетки. И не было видно, что есть некий диффузный сигнал на остальной части ткани. Такое действие уже как минимум сомнительно. Если же вам нужно эти клетки показать отдельно, вам тогда придется сделать следующее. Например, вы можете взять изображение, где у вас виден и этот фон, и ваши клетки, показать его целиком, а дальше вырезкой показать какие-то клетки, в которых вы заинтересованы, указав, что для них вы изменили яркость, контрастность, для того, чтобы можно было продемонстрировать какую-то часть вашего изображения. Если вы хотите кадрировать ваше изображение, то есть его обрезать, то в целом это применимо. Но опять же, за исключением случая, когда такое кадрирование меняет представление о вашем объекте. Например, если у вас в поле зрения всего 10 клеток, которые проявляют интересующие изменения, а всего у вас в поле зрения 100 клеток, то, наверное, кадрировать изображение, оставив только эти 10 клеток, не очень правильно. С другой стороны, если у вас, скажем, 90 клеток такое изменение демонстрируют, то, в принципе, кадрирование, которое оставит такое же соотношение, скажем, 1 к 9 клеток, которые изменились и не изменились, вполне себе допустимо. Вы это можете сделать. Если вы сравниваете цифровые изображения с точки зрения яркости или с точки зрения какой-то обработки, пускай, например, иммуногистохимия или иммунофлюоресценция, то сравниваемые цифровые изображения должны быть сняты при абсолютно тех же самых условиях или вместе со стандартом. Должны подвергаться совершенно одинаковой обработке. Например, если вы делаете из нескольких срезов, которые у вас есть, сборку картинок, и, например, у вас не хватило антитела, и вы какой-то следующий срез открасили антителом другого производителя. Одно дело, конечно, если моноклональные антитела, которые должны примерно так же работать, а другое дело, предположим, что у вас поликлональные антитела разных производителей или разные, на самом деле, в некоторых случаях даже поставки этих антител. Понятно, что вы не можете гарантировать, что эти антитела работают совершенно одинаково. И тогда, если эти картинки вам придется все-таки размещать вместе, вам придется картинку с полученной использованием других антител отодвинуть, то есть сделать, скажем, бордюр. Ее нельзя будет уже давать в склейке. Нужно будет описать, чтобы были применены, скажем, другие антитела и почему. То же самое касается и съемки, например, яркости. Если вы хотите сравнивать несколько изображений по яркости, вам, например, нужен стандарт на них, с которым вы можете сравнивать. Либо все эти изображения должны быть сняты с одного препарата при одних и тех же условиях, не меняя яркость, контрастность и так далее. Естественно, действие над какими-то отдельными частями изображения, например, убирание даже пыли с изображения, оно, мягко скажем, сомнительно. Потому что выявляются такие изменения, как я покажу, очень и очень просто. Но при всех этих изменениях очень сложно доказать потом, что, проводя их, вы не имели никаких, скажем так, задних мыслей. Поэтому отдельные части изображения мы не можем менять. Мы не можем взять одну клетку и увеличить у нее, скажем, яркость или контрастность. Мы не можем взять какую-то часть изображения и склонировать. Вещи очевидны, но, к сожалению, есть достаточно большое количество статей, которые были отозваны именно из-за того, что были найдены такие действия. Использование фильтров, естественно, на научных изображениях, оно, мягко скажем, не приветствуется. Из исключений, наверное, можно сказать про гамму, но это нужно указывать в подписи картинок, и нерезкую маску для презентации изображений при помощи, например, проектора или при распечатке их. Естественно, такие действия, как клонирование, копирование, группировка объектов с разных изображений, без явного указания на эту операцию, недопустимы. И к этому относится, например, врезка на изображение с другого препарата или с другого поля зрения. То есть, если вы на вашем изображении будете делать врезку, в нее обязательно помещать клетку с того же самого препарата, который у вас на этом основном изображении показан. Изменения яркостей должны производиться у вас на всех изображениях, которые вы показываете, соотнесены с определенным стандартом. То есть, если, например, вы говорите, что, скажем, количество эпитопа, который вы исследуете, возрастает после воздействия в несколько раз, яркость меняется, то вам тогда придется эти препараты, два, скажем, норма или контроль, и тот, при котором у вас нетменения, они произведены, помещать на одно стекло, обрабатывать при одинаковых совершенно условиях, сравнивать, и тогда вы можете сравнить каждый из ваших случаев с вашим контролем. Очень удобно в этом отношении применять технику микромассива ткани, когда вы прямо, например, на парафиновый блок можете добавить несколько отдельных кусочков при помощи биопсийной иголки, блоков других, которые вы знаете, которые вы можете использовать в виде контроля. Например, очень удобно, когда у вас есть кусок ткани, и дополнительно с левой или правой стороны у вас 4 или 5 отдельных вот таких точек микромассива ткани добавлено. Давайте я покажу, что я имею в виду. Когда вы делаете ваш препарат, пускай у вас будет заливка, например, в парафин, и у вас где-то есть расположена ваша ткань, у вас может оставаться некоторое количество свободного места. Есть специальные иголки для взятия биопсий, которые позволяют с других блоков, предположим, у вас есть блок отрицательный контроль, у вас есть блок положительный контроль, и у вас есть два блока, где, ну, скажем так, известно, скажем, количество, или вы предполагаете, что известно количество вашего, например, эпитопа. Одна вторая, в два раза больше по сравнению с каким-то значением. Вы берете при помощи этой биопсийной иголки, из препаратов из этих вырезаете по кусочку, предположим, на этих препаратах здесь как раз располагается какая-то ткань, которая вас интересует, и добавляете их, точно так же удалив парафин вначале такой иголкой, прямо сюда же на блок. Таким образом, на срезе, который у вас получается на стекле, вы имеете срез вашей ткани, и вы имеете рядом четыре отдельных участка, где у вас есть отрицательный контроль, вы можете проверить, как ваше антитело работает, положительный, и некие контроли по, скажем так, яркости, например, норма и воздействие, которые вы уже показали, что они действительно есть. Одна вторая от яркости и две от яркости. И вы можете теперь яркость вот эту сравнивать с яркостью вот этих препаратов. Почему? Толщина среза у вас будет одинаковой для всего этого препарата, обрабатывали вы его с одинаковым количеством антител, одинаковое время инкубировали, ну то есть все параметры, которые вы могли учесть, вы здесь учли. Естественно, десятое положение, использование сжатия с потерь данных недопустимо. Ну и еще один момент, почему-то у меня оказался двенадцатым, на самом деле одиннадцатый, это то, что изменение размеров изображения в точках, как мы уже говорили, нужно производить с осторожностью. При уменьшении мы можем получить вот такой муар, при увеличении мы можем тоже сделать представление о нашем объекте немножечко неправильным. Итак, понятно, что задача эта сложная, и чтобы все это решить, особенно с увеличением и уменьшением, с тем, чтобы расставить картинки как нужно, нам удобно было бы иметь специальную программку. У нас есть проблема с разрешением, проблема с калибровкой, проблема с тем, что нам может потребоваться какое-то из наших изображений заменить, и поэтому я хочу вам продемонстрировать работу вот в таком вот плагине, который называется Scientific. Ссылка на него представлена выше. И сейчас, несколько лет назад, появился еще один плагин, называется EZFig, EZFig, если его правильно называть, который имеет немножечко другой интерфейс, он поновее, он имеет некоторые дополнительные возможности, но я, наверное, все-таки покажу вот этот классический вариант этого плагина. Как его запускать, и как с ним работать. Давайте откроем нашу программку Fidja, и в ней, в плагинах, мы увидим вот такой плагин, который называется Scientific. Давайте мы его запустим. После запуска мы увидим вот примерно такое окошко, у меня есть, правда, уже открыто изображение для демонстрации, где у нас есть исходное изображение, которое мы добавили, где у нас есть панели нашего изображения, мы можем добавить сюда несколько панелей отдельных, и есть сборка из панелей. Плюс здесь же у нас на изображениях могут быть, если нам это необходимо, нанесены дополнительные подписи, глубина, например, яркость, могут быть сделаны векторные рисунки, и все, что мы здесь захотим. Давайте попробуем сейчас сделать рисунок несколько попроще в этой программе, собрав его из нескольких имеющихся у нас изображений. Я опять открою плагин, чтобы у меня был пустой. Я добавлю в него изображения, просто перетаскивая их, из наших рабочих рисунков. И после такого перетаскиваем у меня теперь отдельные картинки, исходные представлены вот здесь. На самом деле я могу сюда же добавить картинку, которая у меня просто открыта была в программе, в этой программе. То есть, если у меня, например, в фидже открыто какое-то изображение, я могу просто нажать здесь на кнопочку импорт, и оно тоже окажется в этом плагине у меня открыто. Чем удобен этот плагин в первую очередь? Что все эти изображения в исходном виде хранятся в неком внутреннем архиве? Дальше мы можем выбрать, какие изображения мы хотим разместить на одной панели. Например, нас интересуют вот эти два изображения, или даже давайте три, которые мы хотим разместить в одном ряду. Мы их выделяем, говорим «Добавить их здесь в панель». Программа нас спрашивает, как мы их хотим разместить. Например, мы хотим сделать один ряд и три рисунка. И вот она у нас их таким образом разместила. Например, под этим рисунком мы хотим разместить одну большую картинку. Точно так же добавляем одну, одну. И вот у нас есть панелька номер один, панелька номер два. И мы теперь можем эти панели вместе объединив перенести уже в получившийся рисунок. Получившийся рисунок у нас тогда будет выглядеть вот так. У нас будет одна большая картинка, скажем, гистологическая, и несколько картинок вот таких. Здесь, прямо на этом изображении, можно работать с нашими картинками. Предположим, нас не интересует нижняя часть вот этого изображения. Мы можем прямо здесь его уменьшить, отрезать. Видите, я меняю здесь размеры, и у меня эта картинка вот просто снизу как раз как бы отрезается. То же самое, например, хочу сверху убрать лишнее. При этом сама по себе картинка исходная у меня не меняется. Это просто пишется рецепт, как ее обработать, чтобы получить вот такие вот значения. Предположим, вот эту картинку мне хочется сделать более симметрично. Я хочу обрезать ее справа и слева. Я могу это сделать. И, как видите, при этом остальные картинки у меня тоже выравниваются для того, чтобы я мог их использовать. Скажем, вот я сделал вот такую теперь панель из изображения. Я могу прямо на нее, при необходимости, добавить номера или буквы. Кнопочка Update Letters я добавляю. У меня, видите, они уже прописались A, B, C. Ну и вот здесь D, но здесь D сейчас не видно, потому что она белого цвета. Давайте это поправим. Теперь мы хотим на этом изображении поменять буквы. Для этого идем сюда, кликнув на изображение, в «Редактировать текст» или «Вставки». У нас откроется вот такое окошко, где мы можем выбрать, например, подпись к нашему рисунку и сделать эту подпись черным цветом. Как видите, она теперь уже появилась в нашем изображении. Ее теперь хорошо видно. Если мы захотим поменять эти картинки, например, местами, это тоже можно будет сделать очень легко. Можем просто их передвинуть. И, как видите, они автоматически будут меняться местами первая, вторая, третья. И точно так же будет меняться при необходимости, если мы нажмем «Обновить буквы» и «Буква». Теперь это картинка A, B, C, D. Например, нас редактор попросил поменять порядок картинок. И вот эту картинку попросил поставить второй. Мы ее просто выделили, нажали «Перенести картинку», нажали после этого «Обновить буквы». Все, как видите, у нас теперь A, B, C, D. Все изображения, которые мы хотели поставить, поставили. Ну и последнее. Предположим, нас редактор попросил какую-то картинку заменить. Например, вот эта картинка ему не понравилась по какой-то причине. Мы пересняли ее. Но нам не хочется делать заново все это изображение, которое мы уже получили. Тогда, выделив это изображение, мы можем нажать кнопочку «Заменить» и «Replace». И выбрать какую-то другую картинку, которая, как видите, сразу сюда вставилась. Теперь мы можем ее точно так же слева-справа, например, обрезать, чтобы она теперь помещалась в нашу сборку из картинок. И вот получившееся у нас изображение. Что мы можем сделать еще? Например, можем подписать с вами эти изображения сверху и сбоку. Предположим, здесь у нас, например, несколько антител или несколько условий развития клеток. И мы можем теперь сказать, что мы хотим сверху здесь добавить какие-то пометки. Мы нажимаем на этой панельке. Мы нажимаем, что мы хотим добавить с вами текст над изображениями. И, например, мы хотим добавить здесь текст над каждой картинкой. Над первой картинкой у нас будет некий текст 1. С первой по первую картинку. А вот вторая и третья картинка у нас будет некий текст 2 плюс 3. От какой картинки к какой, сдается вот здесь. Начиная с первой до первой же картинки, у нас будет подпись текст 1. Давайте сделаем ее черной, чтобы она была хорошо видна. И дальше мы хотим от картинки 2 до картинки 3 сделать вот такую подпись. Пускай у нас будет тоже черный цвет. Как видите, над первой картинкой у нас теперь появилась надпись текст 1. А над этими двумя картинками вместе текст 2 и 3. Точно так же можем добавить теперь текст, например, слева наших изображений. И, например, здесь у нас будет текст, что это у нас флюоресцентное, скажем, изображение. То есть, на это медным мы пользовались. А ниже, например, у нас будет там гемотоксилин и иозин, к примеру, название. Со второго по второе, скажем. Ну вот, первое сделали. И теперь здесь сделаем точно так же добавить слева. Лево. Пускай здесь будет гемотоксилин и иозин. Тоже сделаем ее черной. Ну и вот такая сборка изображений у нас теперь есть. Мы можем ее сохранить в виде одного целикового архива через файл. Сохранить как. И здесь в сохранении есть вот такой специальный формат файла. Именно для этого плагина, который называется YF5M. Он содержит в себе и исходные картинки, и инструкцию, как их обработать, чтобы они были у нас хорошо видны. Можем это сохранить, как, не знаю, FIG1 для нашего изображения. И теперь у нас есть вот такая сборочка. Нам может потребоваться еще добавить, естественно, как минимум калибровочные мерные риски на изображение. И если у нас изображения были откалиброваны, то это делается очень легко. Выбираем картинку. Говорим редактировать текст мерные риски или вставки. Идем здесь в Scale Bar. И если картинка была бы откалибрована, то мы могли бы здесь просто поставить, сколько мы хотим, не знаю, например, в микронах иметь. Если же у нас картинка не откалибрована, то вот этот вот Conversion Factor, это, собственно говоря, пересчет, сколько у нас точек в том же самом микроне, он пустой. Ну, давайте здесь какой-нибудь напишем. Так, картинка не откалибрована, мы это не знаем. И теперь у нас, видите, внизу появилась мерная риска. И теперь он может быть и меньше единицы, скажем, он может быть 0,4. Тогда риска будет вот больше. Опять же напомню, если изображение, перед тем, как вы переносите в эту программу, у вас откалибровано, думать насчет вот этого вот значения вам уже не придется. Программа сама за вас заполнит. И вам тогда придется показать только, сколько вы хотите в микронах или в чем-то показать. Опять же, в зависимости от редакции, может потребоваться подписать значение, это мерные риски, сразу же здесь, причем внизу или вверху это можно задать. Плюс может потребоваться в некоторых редакциях еще значок, например, микрона. Они могут сказать, что микрометр не подходит. Вот мы сделали с вами первую мерную риску. Дальше можем перейти к следующей картинке. Она может быть снята по другим увеличениям, поэтому этот конвершен фактор у нас может быть другой. Например, мы хотим точно так же 50 микрон, например, сделать мерную риску. Вот она появилась. Ну, как видно, она больше. Опять же, можем сделать точно так же 50. И, скажем, добавить тот же самый значок микрометров. Ну, либо любой другой значок, который нам потребуется от микрона. Размер текста мы также можем с вами поправить, если нам потребуется. Понятно, что по аналогии мы теперь можем поставить такую мерную риску на все картинки, которые у нас были. И, в принципе, у нас наша панель готова для публикации. Каким образом мы эту панель можем представить теперь в редакцию? К сожалению, многие редакции требуют представлять изображение в двух экземплярах. Первый экземплярах со всеми вашими пометками, буквами, подписями. И давайте мы буквы сразу же обновим, чтобы у нас было A, B, C, D. И второй вариант – картинок, где подписи отсутствуют, чтобы сделать их типографским способом. Мы можем все это сделать очень легко. Мы можем сохранить картинку через файл экспорт и экспортировать ее в виде SVG. SVG – это векторный формат, но он позволяет сохранять, на самом деле, и растровое изображение. И из него редактор в большинстве случаев может извлечь исходное изображение, размещенное, как вы и планировали, и векторное изображение в виде букв, подписей, рисунков, которые вы сдадите. Если же в редакции требуется изображение в формате TIFF или PNG, их тоже можно здесь достаточно легко сохранить. Давайте ради интереса сохраним это изображение как PNG. Программа нас предупредит, что данный формат не рекомендуется, так как для публикации лучше экспортируется в чем-то другом. И здесь посмотрите, что удобное сразу же появилось. Мы можем задать, какое количество точек на дюйм мы с вами хотим получить. То есть мы можем сразу же задать, что мы, например, хотим с вами 300 точек на дюйм для этого изображения, назвать это изображение, какое-то там, 2 PNG, например. И программа нам его экспортирует именно в таком виде. Если мы его теперь откроем, то мы увидим, что это действительно изображение в формате PNG с прозрачностью, как мы и хотели. Вот наши этой сборочки в виде одной картинки. Предположим, нас требует теперь убрать все вот эти векторные вещи. Мы сохраняем наше изображение, чтобы не потерять эти данные. И дальше мы можем теперь убрать отсюда remove. При помощи этого можем убрать изображение все подписи, которые у нас были. Можем убрать буквы. В общем, все, что нужно, отсюда можно убрать. Что еще нам может быть полезно или нужно? В некоторых случаях нам нужно в изображение вставить какую-то часть под большим увеличением. Так называемая вставочка. Давайте попробуем это сделать вот на вот этой вот картинке. Возьмем какую-то одну клетку, кусочек ее и увеличиваем. Нажали на это изображение. У нас есть возможность вот эту кнопку теперь нажать. Редактировать изображение. Текст, скейлбар или вставочку. И мы теперь можем здесь сделать вставку в любом месте. Но вручную ее вырезать, вставлять, наверное, не очень удобно. И гораздо проще было бы прямо здесь перейти по кнопочке, вставить регионы интереса, стрелочки и так далее. У нас откроется наше изображение. После чего мы можем выделить ту область, которую мы хотим добавить на вставку. Во-первых, вот этот кусочек небольшой клетки мы хотим. И здесь есть сразу же кнопка регионы интереса превратить во вставку. Нажимаем на нее. Программа говорит, что все удачно завершилось. И как видите, у нас теперь есть вот такая вставочка, причем со своей же калибровочной линией. Давайте попробуем эту вставочку отнести в другой угол изображения. Выделили. Нажали редактировать. И теперь говорим, что вставка у нас будет внизу. Она у нас была здесь наверху, нам мешала. Здесь внизу. И мы, например, хотим ее увеличить очень сильно. Сделать ее, скажем, там на практически четверть нашего изображения. В чем плюс такого подхода? Нам не нужно сразу же рисовать, откуда мы взяли вот эту вставочку. Видите, она обведена желтым. К ней уже сдублирована мерная риска. Мы можем изменить ее размеры, но она, в принципе, эти 50 микрон уже сдублировала на изображении. Ну, и если мы теперь что-то будем менять, у нас также изменится все остальное. В этом же диалоге можно сделать еще много чего удобного и интересного. Мы можем добавить прямо на изображение какие-то стрелочки. Можем добавить какой-то текст. Можем каким-то образом выделить какую-то часть нашего изображения. Ну, то есть, сделать то, что вы обычно делаете при разметке изображений. Ну, и давайте будем считать, что это все нас устраивает. Говорим «Окей». И вот, как видите, текст остался, стрелочка осталась. Все, что мы размечали, у нас осталось здесь же доступным. Что еще удобно в этой программе? Предположим, что мы знаем, в какой журнал мы хотим подавать с вами нашу статью. Мы можем выбрать этот журнал. У нас, как видите, сразу изменились размеры страниц. Ну, и, соответственно, можем теперь для этих размеров страницы просто указать, что нам, скажем, выделят на это рисунок, или мы считаем, что это рисунок, потому что у нас должно быть выделено две колонки текста. Для первого и для второго. Как видите, под размеры у нас эти изображения сразу же оказались подогнаны. Следующее. Мы можем сразу заставить программу проверить размеры наших рисунков, подходят ли они под этот журнал. Подходят, естественно, стиль оформления. Стиль оформления подходит, шрифты. И вот здесь первая вещь, шрифт этого журнала, который требуется, вот Ареал. У нас сделан другим. Программа предлагает нам заменить этот шрифт автоматически. Говорим принять, 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 принять. И, как видите, шрифт у нас теперь изменился на вот этот журнал. Все текстовые поля, которые у нас есть, мы также можем проверить. Здесь все нормально. Line Arts. Это ширина линий, которую мы используем в виде векторных объектов поверх нашего рисунка. Нормально. Графиков у нас нет, поэтому здесь никаких проблем тоже не будет. И вот мы с вами сделали изображение по стилю этого журнала. Предположим, в этом журнале отказали, и мы пошли в какой-то другой журнал. Как видите, размер страницы у этого журнала другой. И мы можем точно так же сказать, что, скажем, мы теперь хотим подогнать под этот журнал эту картинку. Мы хотим точно так же проверить размер, шрифты. Видите, в этом журнале шрифт другой. И буквы, заметьте, маленькие. И можем тоже сказать, что мы хотим принять все это автоматически. Ну, как видите, у нас изображение переоформилось под стандарты, например, уже этого журнала. Ну, и, соответственно, можем это все сохранить. Таким образом, этот плагин решает очень много проблем, которые могут возникать у нас в противном случае. Он позволяет нам хранить здесь же исходные изображения. То есть, они у нас никуда уже не денутся. И на самом деле мы сюда можем добавить, если захотим, еще и графики. Здесь есть такое приложение, называется FIGAR, где мы можем добавить, скажем, какие-то данные в Excel, в любом другом формате, который нам удобно. Здесь же есть возможность, если у вас установлена на компьютере рабочая оболочка R и этот язык, дописать, как вы эти данные хотите посчитать. И сразу же получить уже готовый график. Ну, давайте попробуем открыть какой-нибудь из имеющихся у меня изображений. Плюс этого плагина, FIGAR, что он еще сохраняет и исходные данные. То есть, он сохраняет тот файл, в котором были эти данные установлены, внутри себя. И мы можем использовать его, даже если у нас исходный файл уже, скажем, потерялся. Давайте посмотрим, как будет выглядеть график. Ну, скажем, как-то вот так. И его точно так же можно вставить при необходимости в программу, вернуть ее вот сюда, поставить, скажем, этот график под всеми остальными картинками. Например, сохранить этот график как или экспортировать как какой-нибудь там SVG или еще что-нибудь. Либо его на самом деле можно вот этот FIGAR целиком прямо бросить на... После того, как мы ее, конечно, сохранили, бросить вот сюда, вот в наши картинки. Ну, и давайте попробуем это с вами сделать. Вот он открылся в этой программе. И мы теперь с ним можем работать так же, как с любой другой картинкой. Задать размеры, которые нам нужны. Добавить его в виде графика, скажем, одного или какого-то другого сюда. Добавить его в нашу получившуюся картинку. Ну, и работать с ним таким образом. При этом у вас будет сохраняться и исходные ваши данные, и код в R, который необходим, чтобы можно было этот график восстановить. Ну, и, соответственно, ваша собранная картинка. Естественно-ка, я уже говорил, что есть обновленная версия этого плагина. Называется она уже не scientific, а ezfig. Лежит она в том же самом месте в плагинах. И вызвать мы можем точно так же. Через плагины, через ezfig. И вот оно здесь у нас установлено. Выглядит оно схожим образом, с небольшими отличиями. Как видите, у нас теперь нет здесь сбоку для сборки места. Но есть возможность выбирать те же самые части для сборки, что мы видели. Меню вот с этой стороны. Оно немножечко упрощено. У нее есть режим так называемого свободного размещения слайдов. Включив который вы сможете картинки перетаскивать в том виде, в котором вы захотите. Без необходимости выставлять их строго друг относительно друга. Ну и другие плюсы. Кроме этого, этот плагин обратно совместим с плагином scientific. Установить его можно через обновление Fidja. Через помощь. Обновление. И там выбрать сайты для обновления. Сайт для обновления так и будет называться ezfig. Что нам удалось с вами сейчас сделать и о чем поговорить. Мы с вами увидели работу плагина, который используется для оформления изображений для печати. Я очень много о нем подробно не рассказывал. Например, там есть возможность разбиения цветного изображения на отдельные каналы. Там есть возможность тоже так же замены цветов, создания стереоизображения. Ну, в общем, много дополнительных возможностей, которые можно будет прочесть на официальном сайте. Тем не менее, основные действия, необходимые для подготовки изображения в этом плагине, я вам рассказал. Вы знаете, как добавить туда ваше исходное изображение. Причем желательно, чтобы они уже были точно откалиброваны. Вы знаете, что вам не приходилось искать вот это вот значение пересчета единиц. Вы знаете, как вы можете собрать картинки в строке вашего изображения. Вы знаете, как эти строки можно подписать. Вы знаете, как поставить буквы и перенумеровать. Вы знаете, как передвинуть изображение. Вы знаете, как заменить одно изображение другим. Вы знаете теперь, как изменить размеры изображения. При этом у вас исходное изображение никоим образом не портится. И вы знаете, как его сохранить в разные форматы в соответствии с требованием издательства. Например, те же самые 300 точек на iDue. Плюс вы знаете, как теперь можно быстро переделать ваше изображение в требуемый издательством формат. Более подробно про этот плагин можно еще посмотреть, как можно настраивать для разных журналов так называемые установки. Более того, есть сайт, где эти установки есть для очень-очень большого количества журналов. То есть вам вручную даже не придется указывать шрифты, графики и все, что нужно для того, чтобы ваша картинка в журнал была принята сразу. То есть в принципе это можно сделать либо вручную через меню, либо просто загрузить. И нам осталась еще одна небольшая тема, которую я обычно делал отдельной лекцией. Но так как последний семинар у нас оказывается очень коротеньким, я его добавлю сюда. Нам нужно будет очень поверхностно поговорить о такой вещи, как лабораторно-информационной системы для групповой работы с изображениями. Нам нужно будет поговорить немножечко о специальном программе обеспечения, которое позволяет управлять микроскопом, съемкой микроскопа нашим препаратом. Нам нужно будет поговорить о программе обеспечения системы для так называемой массовой морфометрии или вот новомодное слово целомика есть. Ну и я должен буду сказать как минимум про одну альтернативу программ обеспечения, которую мы используем, которая достаточно удобна в плане визуализации всех процессов. Ну и начнем мы с вами с лабораторной информационной системы, которая называется Амера. Состоит она из двух частей. Это сервер, на котором действительно лежат все изображения, и клиент, который вы ставите на свой компьютер. На самом деле клиентом может быть обычный браузер, Chrome тот же самый, Firefox. В нем можно точно так же работать с изображениями, но это не очень быстро. И есть вот такая программка, написанная на Яве, которая работает с этим сервером сильно быстрее. Какие плюсы? Все изображения, с которыми вы работаете, вы можете хранить централизованно. Вы можете их определенным образом сортировать при необходимости. И более того, вы можете открывать доступ для этих изображений, которые могут быть так и сортированы, другим пользователям. То есть вы храните под каждый эксперимент весь набор изображений, которые у вас были, централизованно. Вы можете им присвоить значения меток, тегов так называемых. То есть, например, все картинки, снятые с DAPI, определенной области коры и так далее. Вы можете сюда же положить дополнительные файлы. Например, протокол, как вы обрабатывали эти изображения. Вы можете их как-то отклассифицировать. И для каждого пользователя вы можете использовать свой набор яркостей, контрастности и так далее. Предположим, вы работаете с изображением совместно с кем-то. И первым у человека интересуют больше ядра с DAPI, ну и какая-то метка ядерная. А вас, например, интересует на тех же самых препаратах метка именно цитоплазматическая. Понятно, что вы будете использовать немножко разные настройки яркости, контрастности. И в случае использования этого программного продукта, настройки для вас будут сохранены в вашей домашней директории. И вы будете видеть эти картинки именно с этими настройками. А второй пользователь будет видеть ту же самую исходную картинку, не испорченную, но со своими настройками. К примеру, вот вы взяли такое изображение, вы его открыли, и у вас появилась возможность для каждого канала, видите, указать значение максимальной минимальной яркости. И после этого эти значения вот так вот сохраняются. То есть исходная картинка никоим образом не испорчена, а ваше значение сохранено в вашей домашней папочке. Если здесь будет еще один пользователь, и если он разрешит использование своих настроек, здесь появится еще один слайд, еще с чьими-то настройками, еще с чьими-то настройками. Плюс здесь же можно при необходимости изменить общую яркость изображения, показать, как вы будете передавать яркости линейно или какой-то другой функции, использовать гамму. Можно включать и отключать отдельные каналы. Если у вас изображение конфокальное, можно ходить по плоскости x, y, z. Можно делать максимальную проекцию, причем с нескольких срезов, а не со всего, например, куска. Ну и, на мой взгляд, еще громадным плюсом именно этой программы является возможность работать с очень большими изображениями. Ну вот, например, изображение 16-17 тысяч точек на 31 тысячу точек, на самом деле сравнительно небольшое, которое открывается, как вот Google Maps. У вас есть обзорное изображение, вы теперь можете при необходимости приближаться все ближе-ближе, вплоть до максимального разрешения, которое у вас было использовано для того, чтобы снять этот препарат. Естественно, возможностей этой программы гораздо больше, но самое главное, суммируя, она позволяет хранить изображения централизованно, она позволяет их обрабатывать каждому пользователю, при этом исходное изображение у вас никуда не теряется. Она позволяет работать с очень большими картинками, причем посмотрите, трех, четырех, скольки угодно, канальными. И она позволяет хранить централизованно вместе с изображениями какие-то дополнительные данные, например, теги. Вы можете пометить весь эксперимент, и все картинки к этому эксперименту относящиеся будут под каким-то тегом. Вы можете приложить сюда отдельно файл с протоколом, при каком протоколе это было снято, чтобы потом можно было восстановить. Вы можете добавлять какие-то описания. Ну и последнее для каждого пользователя в этой программе будут свои настройки. Значит, программка находится вот по этому адресу. Можно скачать там и сервер, и клиент, поставить ее себе локально и использовать для групповой работы в лаборатории. Следующая программа, о которой я хотел поговорить в рамках этого курса, это так называемый микроменеджер. Программка для работы с микроскопом и для автоматизированной съемки различных препаратов. Понятно, что она похожа на обычные коммерческие программы. Она позволяет управлять моторизованным микроскопом, менять кубики. Если есть моторизация столика, двигать столиком. Если есть моторизация объективов, менять объективы. Но у этой программы есть несколько хороших очень плюсов. Во-первых, это мультиобъемное получение изображений, где вы можете получать изображения по времени, по позициям столика, по Z-стэкам, по каналам. Использовать при необходимости автофокус, либо самого микроскопа, либо снимая Z-стэк, выбирая самый лучший, причем эта программа сделает за вас автоматически. Плюс она умеет делать сшивки. Сейчас уже доступна вторая версия этой программы. Вот здесь на нее ссылки. Я на ней подробно останавливаться не буду, но покажу несколько интересных ее возможностей. Во-первых, при открытии программы вы можете сделать несколько наборов установок для разных пользователей. И если у вас несколько микроскопов, например, для нескольких микроскопов. То есть, если у вас микроскоп находится в, ну, скажем так, общественном пользователе, пользовании между несколькими пользователями, каждый сможет хранить свои настройки и то, как он пользуется отдельно. После того, как у программы открыли, и теперь она уже распознала ваш микроскоп, у вас здесь есть вормонность использования различных параметров, можете добавить вот в эту часть, Configuration Settings, все те переменные, которые вы хотите на вашем микроскопе менять. Например, объективы, кубики, или вы можете менять сразу же целый набор из них. Например, вы работаете с каким-то стандартным протоколом, где у вас используются определенные настройки лампы, определенные настройки, скажем, апертурной диафрагмы, определенные настройки всего, что хотите. В принципе, вы можете записать вот именно эти настройки, все целиком, как какую-то одну позицию, вот в этом списке. И вам не нужно будет настраивать много-много-много отдельных частей вашего микроскопа. Достаточно будет просто здесь выбрать настройку для работы с каким-то методом. Вторая важная часть этой программы. Она позволяет автоматически делать вычитание фона. Причем как для изображений светлопольных, это то, что мы с вами делали, чтобы у нас был с вами ровный фон, чтобы мы могли дальше делать сегментацию. Так и для изображений флюоресцентных. При этом для флюоресцентных изображений фон можно получить несколькими способами. Первый способ – можно купить специальные слайды, флюоресцирующие их отснять. Второй способ, который мне больше нравится – просто под покровное стекло капнуть раствор какого-нибудь флюоресцентного красителя, например, того же самого R6G, или флюоресцина, или хины, и отснять вот такое стекло в более-менее сфокусированном состоянии, так же, как вы снимали бы пустое поле для обычного микроскопа. И вот, используя такое поле для коррекции яркости, вы можете получать, опять же, изображения, которые будут достаточно хорошо выровнены для першивок или для подсчета яркостей на вашем изображении. Причем эти изменения, то есть получение таких изображений, вычитание из них фона, может происходить в автоматическом режиме. Вы один раз установили эти параметры, и дальше программа сама будет выбирать, в зависимости от того, какие объективы использовали, либо какие кубики, в каком варианте это все после съемки обрабатывать. Дальше съемку вы можете делать по времени, по отдельным позициям, например, столика, по Z-стеку, по каналам и все, что хотите. И более того, можно указать, например, в какой последовательности это снимается, снимается ли это канал по времени или время по каналам, используется ли автофокус. И кроме этого, очень удобным является то, что график, который вы получаете, гистограмма яркостей, она на самом деле получается в реальном масштабе времени. Вы снимаете, вы видите сразу же, есть ли у вас пересвеченные и недосвеченные точки на изображении. Как видите, картинка, которая получается, здесь фон уже был весь удален, и мы видим, что за счет вычитания фона у нас все изображение ровное. Мы можем оценить сразу же яркость нашего препарата. Видно, что здесь, например, нужно выдержку сделать чуть-чуть побольше, чтобы сдвинуть это в эту сторону для пустого поля. Мы можем подстроить все, что хотим. Работать эта программа может не только с 8-битными камерами, но и с 12-ти, с 14-битными точно так же. Ну и можно использовать ее, например, для съемки панорам. Когда вы можете задать несколько углов на вашем препарате, верхний, правый, нижний, левый, например, она вам создаст автоматически координатную сетку, которая дальше будет этим же микроскопом в этом порядке и отснята. То есть, в принципе, вы получите полный монтаж всего вашего препарата, например, отдельными полями зрения. Кроме этого, так как эта программа, как вы видите, написана для имиджей, ее основой является все та же самая программа, с которой мы уже работали, все, что вы говорили о макросах, о фильтрах, о обработке, может сюда быть встроено. Плюс при помощи этого скриптового языка можно управлять теперь своим микроскопом. Например, вы можете отснять какое-то изображение при малом увеличении, как-то его обработать, найти какие-то точки, которые вас интересуют, если у вас микроскоп полностью моторизован, переключить на объектив с большим увеличением и по координатам, передвинув столик, снять какие-то части с, скажем, большим увеличением, если они вас интересуют. Или, если, например, у вас какой-то объект живой и двигается, вы можете прямо во время съемки, обрабатывая изображение, принимать решение о передвижении столика, чтобы объект оказывался у вас, опять же, в поле зрения. Так как можно писать любые вот такие макросы программы, то, в принципе, вариантов применения очень много, они ограничены только вашей фантазией. Следующая программа, о которой я хотел бы поговорить, такая некая замена фиджи. На самом деле, заменой-то ее назвать сложно, потому что она на том же самом движке используется, те же самые плагины использует. Это пакет IC. Чем он удобен? Он очень визуален. Здесь вы можете графически запрограммировать тот же самый макрос. Например, у вас есть исходное изображение, которое вы можете дальше, например, разбить на канал. Дальше для одного канала, например, применить гауссовский фильтр, для другого канала ничего не применять. Дальше можете после гауссовского фильтра сюда добавить треш-халдинг, и много-много другого. То есть, те операции, которые мы делали при помощи макроса, либо то, что мы делали вручную, мы можем здесь вот в таком визуальном виде написать. Чем еще IC хорош? Есть у них сайт, где выкладываются готовые протоколы, так называемые пиплайны, для обработки разных изображений. Где вы можете просто найти уже готовый протокол для решения каких-то ваших проблем и его использовать для дальнейшей работы. Я, конечно, не могу еще не остановиться на специальном комплексе программ, который называется Cell Profiler. Вот он здесь указан. Очень похоже на то, что мы делали в случае программы Fiji или ImageA, но это программа, которая изначально рассчитана на большое количество данных. То есть, это целые поля клеток отснятые, это автоматическое распознавание этих клеток автоматической сегментации, это автоматический подсчет каких-то значений и вывод уже того, что получилось, не в виде картинок, а в виде графиков, которые будут отражать, например, соотношение цитоплазмы к ядру. Например, наличие клеток делящихся, например, какие-то токсические эффекты или что-то еще. Здесь может быть достаточно много вариантов. Программа не столь гибкая, как Fiji. Конечно, в Fiji очень многое можно сделать руками. Здесь вы прописываете протокол, как обрабатываете вот этот пайплайн, и программа его просто повторяет для каждого снятого изображения, для каждой клетки. С другой стороны, если вы занимаетесь таким направлением, который называется целомика, когда вы исследуете очень-очень-очень большое количество клеток, но не на проточном цитометре, а в виде препаратов, то вы можете получать примерно такого же плана данные, где у вас, например, будет на выходе файл, пускай то же самое FCS, где будет, например, размер клеток, наличие метки и яркость каждой метки, какие-то еще параметры, та же самая округлость, в принципе, любые параметры, которые хотите, померенные, для очень-очень большого количества препаратов, очень-очень большого количества клеток. Ну и в виде заключения я бы хотел показать, насколько легко в программе Fiji, возвращаемся уже к ней, можно обнаружить какие-то манипуляции, нежелательные с изображениями. Предположим, что у нас есть от, скажем, наших студентов, не дай бог, конечно, или от наших коллег, изображение, в котором мы сомнимаемся. Мы хотим проверить его на подлинность. Как это можно сделать? Ну, прежде всего, открыв изображение, можем посмотреть на изменение яркости контрастности. Например, вот таким способом мы открыли с вами картинку, и теперь можно попробовать в этой картинке поменять яркость контрастность. И места, где, возможно, были какие-то изменения, будут здесь видны. Посмотрите, у всех областей, где нет изменения картинки, за счет того, что было сжато JPEG, есть вот такие хорошие квадратики, хорошо видные. Но есть какие-то области, очень интересные, где границы стали ровными. Более того, шум на изображении стал гораздо меньше. Теперь мы можем, изменяя яркость контрастности, на самом деле увидеть, в каких местах изображения было что-то вырезано. Конечно, для работы с такими картинками есть специальный набор плагинов. Самый простой, который я могу вам предложить для использования, называется InspectJ, и мы его можем сейчас с вами открыть. Это, в принципе, на самом деле даже макрос, а не плагин. Мы его запустим. И он делает многие вещи, которые нужно для проверки изображения, было бы делать вручную, автоматически. Прежде всего, он разобьет нашу картинку на канал, проверит каждый из них на яркость, контрастность, и пытается показать нам эти изображения в таком виде, чтобы нам было легко исследовать наличие на этих картинках каких-то изменений. Давайте мы сейчас при этой одной единственной открытой картинке запустим этот плагин и посмотрим, что он нам сделает. Во-первых, он спрашивает, какой канал мы хотим анализировать. Ну, давайте мы хотим все каналы анализировать. Он нам их сшил, и он нас спрашивает только относительно яркости фона. Фон у нас белый или темный? Темный. Теперь плагин обрабатывает эти изображения и показывает нам их с разными псевдоцветами, за счет чего мы можем увидеть вот эти области, которые выглядят подозрительно, из-за очень ровных границ, особенно вот здесь хорошо видно. И мы можем себе уже при просмотре этих картинок сделать некие наметки относительно того, где изображение могло бы быть, ну, скажем так, подделано. Кроме этого, этот же плагин будет выделять отдельные частички на изображении и смотреть, насколько они похожи друг на друга. Очень часто, если кто-то хочет что-то скрыть, он какие-то части изображения просто дублирует. При этом может изменять размеры, скажем, сдвигать как-то картинки, поворачивать их. Но некоторые параметры изображения, например, округлость, от поворота зависеть не будет. От изменения размера тоже зависеть не будет. При нелинейном искажении есть другие параметры, которые сохраняются. Этот плагин, после того, как показывает нам изображение в разных цветах, делает поиск частиц и сравнивает эти частицы между собой в указанных нами вручную параметрах. Если он находит частицы, которые более-менее похожи, одинаковые, он нам об этом сообщит. Дальше можем эти частицы посмотреть отдельно. То есть, если какие-то клетки были, скажем, скопированы, вставлены, или ядра этих клеток, то мы сможем вручную уже потом их оценить. Таким образом, проверить на то, является ли наше изображение исходными или с ними что-то было сотворено, достаточно легко. Достаточно в большинстве случаев просто поменять яркость и контрастность. И этого может быть достаточно для визуализации таких изменений. Собственно говоря, у нас дальше программа спрашивает, что мы хотим проверить. Например, трешек мы хотим проверить. Сейчас он будет нам искать эти объекты. Кроме того, кроме вот такого поиска объектов, как у нас только что сейчас был, есть более совершенные алгоритмы, так называемые автокорреляционные, для которых изменения даже нелинейные наших объектов на картинке в принципе достаточно хорошо могут быть детектированы. И такой алгоритм просто покажет объекты, которые очень сильно похожи друг на друга, которые могли бы быть преобразованы за счет, например, поворота, изменения размеров, сдвига каких-то нелинейных растягиваний и каких-то других действий. Ну и последнее, что здесь тоже можно сказать. Дело в том, что на любом изображении, если он правильно снят, всегда присутствует определенный шум. Этот шум имеет определенную статистику. И если мы с вами добавили что-то из соседнего изображения, снятого при других условиях, статистика шума будет различаться. Есть программа, которая смотрит не на объекты, а на места между объектами и ищет, где отличается шум. Если вы, скажем, даже в контексте одной картинки перенесли что-то из этой части картинки сюда, шум будет немножечко отличаться. Если какие-то параметры шума будут меняться здесь линейно, вот этого угла к этому углу, то если вы теперь вырезали какой-то объект, перенесли сюда, здесь шум будет меняться более-менее линейно, а вот здесь шум будет напоминать шум, который был в этой части картинки. Поэтому, в принципе, сейчас, ну, так скажем, подделка картинок встречается уже нечасто. Практически все журналы проверяют изображения на наличие возможных, ну, скажем так, нестыковок. Вот один из плагинов я вам показал, который позволяет сделать анализ и по яркости, и по размерам объектов. Ну, и существует много других параметров, которые можно тоже оценить для того, чтобы понять, было ли что-то совершено с изображением. В итоге мы смогли с вами посмотреть дополнительное программное обеспечение, которое позволяет решить свой ряд вопросов. К примеру, хранение изображений и возможность совместной работы. Это у нас был плагин, вернее, не плагин, а отдельная программа, которая называется Амера. Это была проблема управления микроскопом, и мы здесь рассмотрели программу, которая называется Micromanager. Это была проблема создания и использования так называемых протоколов или пайплайнов для обработки изображений. И это программа для так называемой целомии, когда мы хотим обрабатывать очень большие объемы данных по совершенно жестким фиксированным алгоритмам. Это был цел профайлер. Плюс мы с вами в виде бонуса рассмотрели то, каким образом можно проверить изображение на наличие подделок. Ну и понятно, что, конечно же, самим такое делать ни в коем случае нельзя, хотя бы потому, что это очень легко может быть найдено. В связи с этим я хотел бы подвести итог нашего курса. Мы с вами научились работать в программе Fidget для получения информации на двумерных и трехмерных данных. Мы научились с вами калибровать изображение, мы научились с вами его сегментировать, мы научились автоматически подсчитывать частицы. И, конечно, то, что в этом курсе мне удалось рассказать, это очень небольшая часть того, что в этой программе можно сделать. Кроме того, ее можно расширять не только при помощи макросов, но и при помощи так называемых плагинов. Так как программа написана на Яве, то, в принципе, небольшие знания Ява помогут вам при необходимости написать собственный плагин. Есть очень большое количество сайтов, где рассказывается, как это сделать. Плагины на Яве могут работать достаточно быстро. И я надеюсь, что этот курс был более-менее полезен не только в плане работы именно с конкретной программой, но и в плане понимания общих закономерностей работы с изображением, его, скажем так, оценки, подходов к сегментации, ну и понимания того, где можно найти дополнительную информацию. Таким образом, наш курс завершен. Спасибо за внимание. Надеюсь, он был полезен. Субтитры сделал DimaTorzok